«Дайте мне точку опоры, и я переверну мир», — сказал Архимед. Учёному греку так и не удалось это сделать. Зато это удалось двенадцати галилейским рыбакам. Они нашли эту точку опоры в христианстве и в течение одного столетия завоевали мир. Приветствую вас. Мы продолжаем наши беседы, посвященные библейским словам. Сегодня мы поговорим о слове «апостол». «Апостол» происходит от греческого «апостолос». Этот термин в древности применялся по-разному. Например, по отношению к грузовым судам «апостолос» значило «снаряжённый», «готовый к отплытию». А по отношению к человеку это слово обозначало «посланника» или «посла». Интересно, что в Новом Завете термин «апостол» относится не только к известным двенадцати ученикам Иисуса Христа. В первохристианской церкви апостолами называли также очевидцев воскресшего Христа. Далее апостолами назывались и специальные посланники церквей. Например, в послании к римлянам это «епафродит», «андроник» и даже «женщина-юния». Этот титул принадлежит также и миссионерам – Варнаве и Павлу. И, наконец, сам Иисус Христос также назван апостолом. Об этом написано в послании к евреям. «Итак, братья святые, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Здесь слово «посланник» – это буквальный перевод греческого «апостолос». Но самым известным и распространенным пониманием этого термина стал ученик Иисуса Христа, входивший в число двенадцати. В Евангелии от Луки сказано, что Иисус Христос избрал своих апостолов после молитвы, длившейся всю ночь. Число двенадцать было не случайным. Сакральная цифра символизировала полноту народа Божия. Как известно, церковь Ветхого Завета происходила от двенадцати патриархов. Избрание же двенадцати апостолов указывает, что в недра старой церкви Иисус закладывает фундамент новой – мессианской. Апостолы были простыми людьми. Среди них были рыбаки, такие как Петр и его брат Андрей, сыны Зеведеевы, Иаков, Иоанн. Мытрь Матфей был чиновником Капернаумской таможни и, возможно, самым образованным среди них. В числе двенадцати был также Симон Зелот. Судя по прозвищу, прежде примыкал к партии экстремистов-зелотов, которые готовили восстание против Рима. И, наконец, самое непонятное – апостолом был избран Иуда Искариот, что буквально значит «человек из городка Кириота». Имя этого апостола стало синонимом слова «предатель». Почему Христос остановил свой выбор именно на них? Не лучше ли было избрать более образованных и благородных учеников? К примеру, таких, как Раввин Никодим. Они скорее бы поняли Христа. Но, видимо, Иисус руководствовался другими соображениями. Александр Мень считал, что если бы было по-другому, с Евангелием произошло бы то же, что и с учением Сократа. Платон, пропустивший его через призму своего гения, так переосмыслил идеи учителя, что от них осталась лишь тень. А в конце концов исчезла и она. Двенадцать же апостолов в силу своей простоты дословно запомнят слова учителя и без искажений передадут нам букву и дух благой вести. Есть еще одна причина, которая объясняет выбор Христа. О ней говорит апостол Павел. «Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Простые люди были избраны Христом не случайно. Интересно, что из двенадцати Христос выделил особо троих Петра, Иакова и его родного брата Иоанна. Именно эти трое стали свидетелями таинственного воскрешения дочери Иоира. Они удостоились увидеть преображенного Христа. И только этим троим Христос открыл свою боль в Гефсимании перед распятием. Петр, Иаков и Иоанн были самыми близкими Христу людьми. Позже в Первоапостольской церкви Петр и Иоанн были названы столпами церкви. Особого упоминания заслуживает имя апостола Павла. Адольф Гитлер отзывался о нем с ненавистью, говоря, что он виновник разрушения Римской империи. Ницше называл его жрецом, который разрушил замысел Иисуса. Но крупнейшие ученые, такие как русский историк Глубаковский и немецкий историк Альфред Гарнак, подчеркивали, что только волей и силой апостола Павла христианство вышло на просторы мира. И это действительно так. Павел до своего обращения, носивший имя Савл, принадлежал классу фарисеев и был фанатичным ревнителем Моисеева закона. Христианство он встретил враждебно. Савл гнал и убивал христиан. Но однажды по дороге в Дамаск ему явился прославленный Христос. Это сверхъестественное явление полностью изменило Савла. Он стал ревностным апостолом Христа. За свою жизнь он распространил христианство в большей части Римской империи, насадил множество церквей и воспитал поколения христианских лидеров. Его перу принадлежат 14 посланий, которые сегодня составляют основу христианского богословия. Благодаря его знаменитому посланию к римлянам в Европе началась реформация под руководством Мартина Лютера. В Новом Завете из всех церковных служений апостольство названо главным. Это было самое ответственное и авторитетное служение в христианской церкви. 12 апостолов обладали особой властью проповедовать, насаждать церкви и учить их. Слово апостолов было фактически словом Господа Иисуса Христа. Надо сказать, что власть апостолов проистекала из их близости к Иисусу Христу. Они были Его непосредственными учениками. Более того, Иисус Христос перед Своим Вознесением дал им особое поручение. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Эта задача была глобальной и требовала особых сил и полномочий, которые в достаточной мере были у апостолов. Авторитет христовых апостолов не был голословен. Их проповедь Евангелия в большей мере, чем у других проповедников, подтверждалась чудесами и знамениями. И, наконец, еще одна важная причина их апостольской власти заключалась в христоподобной жизни. Они жили и любили, как их учитель, Христос. Апостол Павел, суммируя все аспекты апостольского служения, в первом послании к Коринфянам говорит, «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Это классическое определение апостольского служения, которое и делает его уникальным среди остальных служений в христианской церкви. О дальнейшей судьбе апостолов нам известно мало. Точнее, кроме Нового Завета, у нас нет исторически достоверных документов. Имеющиеся церковные предания гласят, что почти все апостолы умерли мученической смертью. Апостол Петр был распят в Риме вниз головой при императоре Нероне. В это же время здесь был обезглавлен и апостол Павел. Иакова казнил Ирод в Иерусалиме. Нафанаил проповедовал в Аравии, Индии и Армении. Здесь, в Армении, он был казнен. С него содрали кожу. В Индии благовествовал также Фома и был убит во время молитвы выстрелом из лука. Апостол Андрей прошел по побережью Черного моря и поставил, согласно преданию, крест на Киевских горах. Он считается апостолом славян. Апостол Андрей был казнен в Греции. Другие апостолы разделили подобную участь. Единственным, кто дожил до глубокой старости, был апостол Иоанн. Во времена гонений Иоанн был сослан на остров Патмос, где написал книгу Откровения. Позже он написал свое Евангелие и три послания. Умер собственной смертью, дожив почти до ста лет. Значение служения апостолов невозможно переоценить. Это были первые, самые авторитетные христиане. Они записали учения Иисуса Христа и создали христианское богословие. Они распространили христианство в еврейском и языческом мире. А своей мученической смертью еще раз подтвердили истинность и силу проповедуемого ими Евангелия. Иисус Христа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok